МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости продолжит эфир АЭСТа. В студии Мадина Халикова. Здравствуйте. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Остросюжетная погоня с печальным концом в Иркутске в результате аварии скончался мотоциклист. Он пытался сбежать от сотрудников ГИБДД. Именное подразделение формируют в Приангаре для отправки на Донбасс. Кого принимают в Ангару? Сквозь грязь, ледяную воду и изнуряющую жару в Большом Глаусном состоялся молодежный тур-слет. Его организовали в 14-й раз после двухлетнего перерыва. За красочной борьбой наблюдали наши корреспонденты. Смертью мотоциклиста обернулась погоня в центре Иркутска. Началось преследование водителя Кавасаки Ниндзя из-за отсутствия на его транспорте номеров. Но просто так сдаваться инспекторам мужчина не захотел. Избегая встречи с полицией, он на высокой скорости мчался по улицам города, нарушая правила дорожного движения и выписывая опасные маневры. Один из таких на перекрестке Ленина и Карла Маркса для мотоциклиста стал последним. Проехав на красный сигнал светофора, мотоцикл столкнулся с внедорожником. Мебельный склад загорелся в зиме. Информацию о возгорании дежурной получили в половину 11 утра. На место сразу выехали 4 пожарных машины и 12 человек личного состава. Буквально за полтора часа огонь локализовали на площади 450 квадратных метров. Как отмечают в Главном управлении МЧС по региону, пострадавших нет. Сейчас на месте спасатели проливают и разбирают строительные конструкции. Причину пожару предстоит выяснить дознавателям. В Иркутской области формируют именное подразделение Ангара. Туда вступают жители региона для добровольной службы по контракту в ЛДНР и Украине. Какие меры поддержки получат военные их семьи и какие социальные гарантии им обеспечит государство расскажем в следующем сюжете. Евгений Ятинцов – военный в третьем поколении. Служил много лет. Решил вернуться на службу, чтобы помогать военным на Донбассе. Для этого вступает в именное подразделение Ангара. В данные подразделения мы набираем граждан в возрасте от 18 до 50 лет, годных к военной службе по здоровью, либо имеющие среднепрофессиональное, либо высшее образование. Опыт наличия боевых действий, конечно, приветствуется, но не обязателен. Для служащих в подразделении государство предосмотрело денежное довольствие. Суточные выплаты в 53 доллара. Два оклада по воинской должности служащего за месяц участия в спецоперации. Кроме того, есть система премирования за успешное выполнение служебных обязанностей. Уничтожение или захват вооружения и военной техники от 50 до 300 тысяч рублей. Отдельно прописаны социальные гарантии. Например, для детей военнослужащих предусмотрена квота при поступлении в ВУЗы. От правительства Иркутской области участникам именных подразделений предоставляется спецподдержка в виде единовременной выплаты в 200 тысяч рублей. Контракт заключают на срок от 6 до 11 месяцев. По интересующим вопросам граждане могут обратиться в пункт отбора на военную службу. Город Иркутск, улица Карла Маркса, 34. Дарья Макарова, Артур Рощупкин. Новости. Сейчас. Сотрудничать в сферах экономики, технологий, науки и культуры будут Иркутской и Воронежской области. Главы регионов, губернаторы Игорь Кобзев и Александр Гусев подписали соглашение, в котором отобразили самые главные пункты, по которым теперь консилизируют усилия по реализации межрегиональных проектов и формированию взаимовыгодных отношений. В рамках документа стороны намерены способствовать развитию торгово-экономических связей между организациями двух регионов, обмениваться информацией в сфере экономики, сотрудничать в области развития малого и среднего предпринимательства, содействовать становлению и развитию деловых контактов между субъектами МСП, взаимодействовать в сферах промышленности, транспорта, строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства. Мы должны создать условия для развития бизнес-процессов, науки, образования, культуры, туризма. И мы уже это делали стихийно. Мы знаем, что ряд, допустим, наших специалистов уже работали индивидуально по одной программе в сфере образования, в сфере культуры, встречались уже на уровне поселений. Я думаю, что сегодня это дает возможность шире торгово-промышленной палате, в Восточной Сибири, торгово-промышленной палате и Воронежской области выстраивать новые логистические цепочки, новые ниши, которые сегодня формируют будущее развития Иркутской области и Воронежской области. Ночной дозор, участниками которого стали сотрудники администрации, прошел в Иркутске. Как и в популярной кинокартине, главной целью участников ночного воежа стало сохранение равновесия между светом и тьмой. Но только в прямом смысле чиновники во главе с мэром Русланом Болотовым проверяли систему уличного освещения. Так, на улице Карпинска свет только начинает появляться. Согласно проекту, вместе с новым полотном дороги здесь монтируют 5,5 километров линии. Это более 200 фонарей. А вот участки на улицах Красных Мади, Артемирязева, Напольная, Карла Либнихта после жалоб горожан выведут из тени. Для нас очень важно приведение в состояние рабочее всех сетей, всех точек, а их более 30 тысяч в городе иркутских световых объектов. Ну и наша задача, которую мы ставим перед собой, это, конечно, модернизация системы освещения, переход на светодиодные светильники и улучшение качества освещения города. Потому что это не только добавляет, наверное, атмосферы к городу, но и самое главное, это еще и безопасность. Тысячи моделей модного нижнего белья и ярких купальников в салоне Люмери. Для нее и для него красота и качество из Европы, Белоруссии, России и Прибалтики. Подарочные сертификаты. Торопись в Люмери. В эфире новости «Сейчас», а мы продолжаем выпуск. Проект «Своя жизнь» отметил свой день рождения. В рамках него уже целый год люди с ментальными нарушениями здоровья адаптируются к жизни в городских условиях за пределами детских домов и психоневрологических интернатов. Всем участникам выделили отдельное жилье. Сейчас подопечные обучаются базовым навыкам для решения бытовых задач, начинают работать, уделять время хобби, а в свободное время встречаются с близкими и друзьями. С участниками познакомилась Дарья Макарова. Она и узнала, как отметили годовщину проекта. У меня есть мечты и чувствую себя полноценным человеком. А главная мечта Эльвиры – поехать к морю. И девушка активно стремится к достижению этой цели. Она получила в техникуме образование строителя-маляра и устроилась на работу. Теперь купит средства на мечту и параллельно полноценно обустраивает уют в этой квартире. Следит за порядком, принимает гостей, ухаживает за питомцем и готовит любимые блюда. Больше всех мне нравится борщ и манная каша. Это когда ко мне гости приезжают. Я чайник ставлю кипятить, стол посерединке ставлю и блюдце расставляю. Девушку воспитывали в братском детдоме. А после она попала в проект «Своя жизнь». Он создан для людей с ментальными нарушениями здоровья старше 18 лет. Реализуют уже год. Претенденты со всего региона прошли серьёзный отбор. И вскоре за пределами учреждения открыли для себя новые возможности. Уникальная возможность предоставлена гражданам, которые ранее проживали длительное время в психоневрологических интернатах и в детских домах-интернатах для подготовки и вхождения в самостоятельную жизнь. Участники проекта проживают индивидуально каждый в своей квартире и под сопровождением социальных работников осуществляют подготовку к самостоятельной жизни. У нас разработана определённая программа по ключевым направлениям деятельности, при изучении которой они познают многие аспекты самостоятельной жизни. Проект – адаптация, которая готовит к свободному плаванию шесть участников. За ними наблюдают психологи, социальные работники обучают хранению продуктов, оплате услуг ЖКХ, интернета, правильному обращению в поликлинику и оформлению документов. У них есть начальные навыки. Но, конечно, всех тонкостей вот этих они знать не могут. Для них это всё ново. Допустим, когда к нам приехал Денис год назад, и мы пришли с ним в супермаркет большой в первый раз, и он увидел вот эти весы, когда можно положить фрукты, овощи, и там выкатывается вес и ценник, и у него вопрос – а так разве можно? Опытом подопечные делятся и между собой. Часто общаются и ходят друг к другу в гости. Все они живут на одном этаже многоквартирного дома. Для проекта приобрели семь помещений. На них выделили 12 миллионов рублей из областной казны. Шесть квартир обустроили для временного пребывания участников, а в последней организованной общей кухня – помещения для совместного досуга. Там же всегда находятся и социальные работники, которые приходят на помощь в любую минуту. Я считаю, что проект удался. Да, был достаточно большой период подготовительный к этому проекту. И нормативная база, и материально-техническое обеспечение проекта. Но вот те глаза, глаза ребят, которые мы сегодня видели, которые вот уже год живут самостоятельной жизнью, планируют свой день, свой досуг, свою трудовую деятельность, могут научиться любым жизненным навыкам с нашими специалистами. Участники будут находиться в проекте до тех пор, пока у них не появится собственное жильё. Место в проекте и одну из этих квартир освободят новым претендентам, которым тоже желают успехов. Ребята, я вам желаю, чтобы всегда у вас настроение было хорошее, чтобы всегда специалистов слушались, что они вам говорят. И удачи вам. Дарья Макарова, Артур Рощупкин. Новости. Сейчас. Её работу уже покорили сердца любителей искусства в родном Красноярске. Вот теперь она привозит выставку в Иркутск. Художница Надежда Ряузова, известный продолжатель дела своих родителей, знакомит жителей и гостей нашего города со своей выставкой «Сказки на холсте». В коллекции работ, которую могут увидеть посетители арт-галереи в 130-м квартале, принципиально отсутствует зло. Почему, расскажем далее. Узнаваемые герои любимых сказок расположились в залах арт-галереи в 130-м квартале. Автор демонстрирует свой взгляд на знакомые мотивы. Здесь и необычно показанная красная шапочка, и принцесса на горошине. Рядом с ними любимая соль из алых парусов. А начинается экспозиция стриптиха «Мгновение наших встреч». Эти полотна расскажут любителям живописи о Надежде Рягузовой. Ведь сама художница впервые приехала в Иркутск. Это очень значимое для меня событие, потому что одно дело, когда ты работаешь в своём родном городе, когда тебя знают, когда тебя уже ждут и знают, чего ждут. А здесь я привезла работы, показать зрителям, которые не знают ни меня, ни я не знаю публику. То, что находит своё зритель в работах, это для художника очень важно. Потому что ты пишешь и пытаешься рассказать свои идеи, а зритель иногда посмотрит на твою работу и увидит в ней совершенно другое. Выставка красноярской сказочницы Надежды Рягузовой камерная. Все работы поместились на одном этаже. Кстати, автора в живописных кругах называют наследной принцессой, ведь её родители известны и в Сибири художники. Пойдя по их стопам, Надежда выработала авторский стиль. Эта выставка ярко демонстрирует то, насколько мы все душевны, насколько мы все готовы воспринимать сказку. Когда взрослый человек пишет сказку, это правда удивительно. Поэтому я буду очень рада и уверена, что иркутяне должным образом оценят эту выставку. Сказочные мотивы будут украшать галерею в 130-м квартале до 4 сентября. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Грязь, ледяная вода, борьба в гигантских костюмах и проверка на выносливость. В Иркутском районе прошёл тур-слёт, на котором собрались почти тысячи человек. Состязались команды три дня. О самых ярких моментах расскажем в нашем сюжете. Грязь, пот и слёзы радости от победы. За два года отсутствие тур-слёта команды успели соскучиться по испытаниям, которые организаторы готовят не хуже, чем Форт Боярд. На берегу Байкала в Большом Голоусном собрались сильнейшие и выносливые команды, настоящие искатели приключений, чтобы сразиться в конкурентной борьбе за звание лучших. В этом году тур-слёт посвятили 85-летию Иркутского района. Два года не было у нас из-за ковида, тур-слёта. Здесь с удовольствием люди, все молодёжь свою представили, не сами рвались, потому что здесь общение, соревнования. 14 команд из муниципалитетов Иркутского района, а также соседних территорий представляют на суд жюри свои визитки. И тут кто на что гораст. Юмористические постановки, яркие сценки, музыкальные выступления, свою фантазию и креатив каждый проявил по-разному. Команда решила так как-то необычно выступить. Думаю, у нас это удалось. Но впереди соревнования будут полоса препятствий, эстафета, футбол. Везде будем принимать участие, насколько возможно. После участникам предстояло пройти эстафету с полосой препятствий, бороться в неудобных костюмах на жаре, бежать на опережение, бросаться в ледяную воду и пробираться через вязкую грязь. При этом помогать своим. В этом вся суть командной игры. Организаторы же предусмотрели все условия для безопасности игр. Особо проблемам безопасности – это, конечно, пожарная безопасность. И вообще без всяческих последствий. Рядом с нами и медики, и пожарники, и полиция. Поэтому в этом плане я думаю, что все будет нормально. Не только в силе и выносливости проявить себя нужно было и в кулинарном мастерстве. Команда из Ревякина на открытом огне готовила поистине царский обед. Для нас все волнительно. Ну, мы, конечно же, и свои изюминки, мы такие в стиле блюда. Мы готовим царский подарок на юбилей, же, естественно, фазана. Волшебник у нас наколдует. Я надеюсь, хорошего фазана вкусного. Шел тур слет три дня. Благо и погода порадовала. Это уже 14-й молодежный слет, который проводят в Иркутском районе. Традицию, конечно, продолжат, но в этом году лучшими из лучших стала команда из Хамутова «Медвежий Гугл». Чуть уступили им участники из Ушаковки и закрыли тройку лидеров «Марковчане». Мадина Халикова, Константин Синицын. Новости сейчас. Золото и бронзу добавила общекомандную копилку ангарчанка Ева Волобоева. Девушка в составе сборной Сибирского федерального округа участвует в международных спортивных играх «Дети Азии», которые завершатся 8 августа. Во Владивостоке спортсменка покорила 100-метровку с результатом 12,8 секунды, оставив позади всех соперниц. А вот на дистанции 200 метров Ева заняла третье место. Напомним, всего от приангарья в играх участвуют 17 спортсменов. Все они представляют разные дисциплины, начиная с стрельбой из лука и заканчивая дзюдо и вольной борьбой. Я вам напоминаю, что все самые актуальные и важные информации всегда доступны на нашем сайте stv.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Такими были новости понедельника. Удачной вам недели и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok